доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня у нас будет краткий обзор одного из вновь открывшихся проектов который называется xonis altis life ну не сложно догадаться наверное и по названию и по картиночке которая сейчас перед нами что проект открыт на карте altis естественно в игре арма 3 роли play ну и как я уже сказал обзор будет кратким да по той простой причине что это очередной клон которую я показывал уже вот на протяжении трех последних видео а это и проект project altis life империан altis life asgard altis life все эти проекты три моих последних видео были открыты вот на этой карте вот на этой сборке поэтому показывать я уже на самом деле не вижу никакого смысла просто у надо упомянуть о том что вот открылся новый проект и вот какие-то картиночки надо показать но вот что именно показывать на сборке которые за неделю открылась три штуки я на самом деле и особо и не знаю но и данный сервер тоже открылся он в онлайне он ждет своих игроков на самом деле на данный момент проект находится на стадии тестирования идут какие-то настроечки вот одна из последних одно из последних вернее изменений это был заменен пак машин на пак d3s поэтому даже те машины которые я наснимал позавчера я их даже и показывать теперь не могу потому что мне надо либо зайти опять все переснять ну а зачем в общем то эти машины можно увидеть на практически любом проекте не удивительные там не какие-то уникальные они на многих проектах есть ну чего на это тратить время хотелось бы какие-то уникальные вещи этого проекта показать но их тоже не так много потому что сборка то вот но она уже старенько на заезженная ну да вот виды ковалы и наверное все что можно показать визуально составляющие имеется ввиду этого проекта не знаю вот даже на самом деле что и показывать какие-то уникальные фишки решения ну но вряд ли вряд ли онлайн онлайн есть да так как этот проект был открыт на базе достаточно уже старенькой и притёршийся сборки но этот проект еще к тому же такая вот можно сказать реинкарнация бывшего достаточно популярного проекта just life тут даже остались и надписи этого just life и кстати говоря люди которые когда-то играли на just life и отхватили бан здесь сыграть в общем то не смогут придется писать так сказать администрации о просьбе разбана и ну и естественно будет рассмотрение за что было бано и тому подобное потому что сборочка то вот та же самая это бывший just life на на и цены да и транспорт я тебе скажу даже посмотреть не на что все знакомое все старое а покупайте 200 вместительности вообще не варит ну если будет какая-то финансовая помощь то хорошо чё 5 ламов 5 миллионов а потом отнимут да это же как тесты так нет 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 вайпа не будет вайпа не будет и 5 миллионов у нас останется но если их грамотно отложить туда отложить можно личинку а деньги надо куда нибудь сэкономить ну либо в грузовики и машины чтобы было на чем ездить на чем зарабатывать а уж только сегодня да открылся серверочек да сегодня бета-тестирование так что потестирует и закроет что там какой нет но это формально в этом сервере у него закрывать не будут тут сейчас первую неделю будут смотреть ошибки баги хочу смотри на сборка то обычная столь лета just life овская сборка по моему да она переделана и вот будет смотреть что по ошибкам где недочеты будет исправлять в течение этой недели что есть что-нибудь уникальненько такое что на что можно посмотреть наш не понял ну что им уникальное такое что-то непривычное так вот не знаю я хочу машину найти чтобы это посмотреть ну точнее нужно машина ну машины то там красивые есть прикольные но я не знаю я не смотрел местности говорят карта зеленая ну да есть немножко говорят карта зеленая да еще он сказал то что он под камни в воде убрал которые нагружали двадцати тысяч камней удалил в море океане так это самая сборка то just life овская руководство оттуда же это другой что нет 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 этот человек уже открывал сервер по таким же названием но я пера слышу он не сильно там развился но сейчас он решил нормально взяться за сервер ему сборку дали он и переделал сидел d3s даже не взял пушки вливал вырезал стандартный вливал модуски скрипты писал садил проекты открываются каждый божий день блин игроков столько нету сколько проектов это пипец это да но на проект который реально адекватный пойдет много людей вот с этим не поспорить если адекватный проект а тут будут играть люди и действительно с этим не поспоришь на практически любом будь то мега убогий проект или мега красивый проект многое решают люди люди это 80 процентов успеха проекта поэтому да с этим не поспоришь ну а мы переходим к каким-то решением на этом проекте каким-то механиком и одно из них чтобы хотелось посмотреть это процесс фарма фарм происходит вот в таком вот режиме автоподбор и в общем-то взаимодействуя левой кнопкой мыши ну и скорость ту которую вы сейчас видите это с учетом vip 4 который дается здесь при заходе на этот проект без четвертые випки конечно же все будет по-другому но по випкам мы коснемся чуть чуть позже а пока плавненько передвигаемся на переработку этого ресурса ресурсов много и ресурсы обычные стандартные также стандартно выглядят и точки как вы сейчас можете заметить опять же таки есть кнопка переработать все это замечательно но скорость это опять с учетом випки четвертого уровня ну можете наверное делить эту скорость на 4 я так понимаю будет все немножко медленней но к випкам как я уже сказал вернемся чуть позже а пока немножко о самой карте как сказал в начале ролика один из игроков что эта карта переделана 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 текстурой и озеленение ну нет ничего здесь не переделана это вот стандарт стандартный только что вот есть не какие-то вот такие вот дополнения которые вы сейчас видите это принадлежит этой карте этой сборки в обычно в стоковом состоянии здесь продажа патронов находится или по или скупка патронов ну что такое в общем-то и этот проект не является исключением здесь тоже как вы видите в этой же точке точно такое же здание один в один и здесь тоже скупка патронов поэтому ничего здесь в общем-то не переделано не знаю по поводу тех камней про которые говорил игрок там сколько-то он тысяч убрал этих камней откуда-то про это ничего не знаю может быть и убрали но карта не изменена нисколько это обычный стоковый стандартный altis желтый как и положено и возвращаемся к випкам и все что с ними связано дело в том что на проекте падают некий just point ну не знаю будут ли они переименованы но пока после just life а так и осталось название just point и которые вы можете потратить например вот в таком вот магазине то что здесь представлено и сколько стоит это в этих самых just point ах вы сейчас видите у меня сложилось впечатление что здесь как раз таки будет акцентировано все внимание на военной теме на военной тематике и ну точно наверное не на гражданском развитии потому что основное куда вы можете тратить свои just point и эти это вот такая вот техника техника достаточно серьезно как вы видите тут есть и танки и пулеметы еще какие-то установки я уж не силен в военной тематике но вот вы видите на что можно тратить естественно это может купить каждый каждые пять минут на пребывание на проекте вам будет падать один just point ну и соответственно вы копите эти поинты и можете купить себе вот например танк не знаю как будет здесь ролеплей проходить можно ли на этом танке приехать и припарковать его в ковалу вот не знаю может ли любой это вообще купить ну судя по всему может любой наверное купить эту технику в общем вот такая техника здесь продается за некие just point и но не только эту технику можно покупать за эти just point теперь как раз и и поговорим о випки про которую я говорил випка номер 4 у меня была четвертого уровня но випку четвертого уровня вы к сожалению не купите но зато вы можете приобрести одну из вот эти которые сейчас видите первого второго или третьего уровня ну а математика здесь простая за один час вам за один вернее час игры вам упадет 12 поинтов соответственно за целую сессию от буря до буря вы накопите 48 поинтов но если вы сможете сыграть например две сессии за день то у вас будет соответственно 96 ну и если у вас в таком режиме сможете продержаться неделю то в результате у вас будет 672 поинта ну и теперь уж решайте сами сколько вы сможете провести времени и что можете купить либо технику либо вот какую-то одну из випок но випка четвертого уровня как вы видите в список не входит соответственно ее надо приобретать только за наличные денежки ну и еще одно касаемо этого проекта то что здесь в принципе в этой сборке очень много баз поставлено на карте не знаю насколько они изменились после того как этот проект был под названием just life но тем не менее базы здесь есть есть премиальные группировки одну из таких баз наверное сможет поставить каждый судя по этому вот объявлению можно поставить бесплатную премиальную базу ну или вот группировку в общем то вот еще одна из фишек данного проекта ну а больше показать или рассказать мне здесь действительно нечего это очень заезженная старая карта старенькая сборочка все стоковые ну по архитектуре естественные изменения минимумы они в ковали какие-то магазинчики я уже показал больше сказать и рассказать нечего эту карту и эту сборку по моему знает абсолютно каждый кто знаком с игрой арма 3 роли play и вот как раз по этому наверное я скажу что этот обзор был последним из обзоров проектов арма 3 вот на этой карте вот на этой сборке я действительно не вижу больше смысла обозревать проекты которые в общем то являются обычным клоном как я сказал в начале ролика это уже четвертый проект за последние две а может быть даже и меньше недели которые открылись вот на этой сборке вот на этой карте в общем то если вас закрытыми глазами поставить на любой из этих проектов и даже не сможете определить где вы находитесь стандартный altis стандартная карта стандартная архитектура в общем-то без всяческих изменений поэтому я действительно не вижу больше смысла обозревать проекты арма 3 вот на этой карте вот на этой сборке следующий мой обзор по армии будет только в том случае если это будет действительно какое-то весомое изменение какие-то новые механики хотя в этом я сильно сомневаюсь так как проекты арма 3 действительно умирают из-за своего старого движка и модмейкеров которые будут этим заниматься кодеров или еще каких-то скриптеров уже практически не осталось поэтому я не думаю что мы в ближайшее время увидим какой-то прорыв в этом направлении но проект открыт в данный момент он настраивается меняется экономика меняются какие-то какой-то вернее функционал но тем не менее как и обещал и рассказал нам один из игроков вайпа не будет то что вы наживете в общем-то вот в этот тестовый период все с вами останется посему можете заходить играть получать удовольствие отыгрывать свое рп ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго у меня на этом все